всем привет дорогие друзья с вами как обычно александр и давненько я вам не рассказывал ничего об автокреслах но сейчас у меня есть очень хороший повод рассказать вам о кресле которое сейчас есть в ассортименте сети магазинов мир автокресел это новиночка от компании дакал я люблю очень бренд как по мне очень недооцененный в российской федерации бренд моделька называется вот честно говоря я не знаю как правильно она читается напишите мне пожалуйста в комментариях это у нас дакал сум санга или сан сунг в общем я не знаю как правильно назвать это эту модель ну не в конце вот соответственно буду признателен если вы напишите мне в комментарии как правильно она называется но не в названии дела кресло действительно очень интересно это южная корея кто не знал она с рождения до 6 лет это где-то метр двадцать роста ребенка можно сюда собственно посадить и чем интересно это кресло что что она с рождения до шести лет и имеет возможность поворота на 360 градусов система изофикс здесь с упором в пол общем все по-взрослому имеет сертификат безопасности с 129 а как вы знаете это самый требовательный к безопасной перевозке детей в автомобиле стандарт безопасности и если мы видим такую сертификацию этому креслу можно доверять и духов естественно это не какой-то бюджетный сегмент это пред премиальный сегмент я бы так его характеризовал мое личное мнение вот и поэтому этому креслу можно смело доверять ребеночка друзья и давайте с вами поближе посмотрим что она себя представляет единственное вот что мне не нравится с обновлением они ушли от материалов которые использовали раньше раньше у них были супер крутые хлопковые натуральные прям супер качественные ткани они сейчас друзья хорошие но раньше они были лучше дороже ощущалось выглядело лучше но не было вот таких интересных кресел соответственно ну что делать как есть так есть давайте друзья разберемся что это такое смотрите есть даже такой козырёчек есть вот сейчас развернем его я вам покажу вот и поверну его к вам чтобы повернуть мы используем вот здесь сбоку кнопочки и вот такая у нас здесь начиночка вот этот вкладыш у нас естественно для новорожденного и по мере роста ребенка мы отсюда вынимаем этот бутерброд чтобы подросшего ребенка уже спокойно можно было возить и пока ребенок маленький родился нам нужно возить ребеночка исключительно против хода и вот тут как раз таки можно этот козырек использовать мы разворачиваем кресло и собственно наклоняем его вот в таком режиме естественно ребенок сейчас здесь он не имеет горизонтального положения и это правильно потому что при дтп ребенок должен быть полу сидячем положении и соответственно это правильное положение при дтп так лучше распределяется энергия при ударе вот поэтому и производители не рекомендуют в таких креслах новорожденных возить там больше там грубо говоря месяц до месяцев 4 там больше 40 45 минут имейте это в виду эффективно при дтп но на дальних поездках придется вот останавливаться как-то дать ребенку отдохнуть в общем вот так мы катаемся до 9 месяцев минимум потом мы разворачиваемся она разворачивается в обе стороны естественно и как и как я уже сказал мы достаем отсюда пятиточечные ремни открываем и достаем отсюда вот этот вот вкладыш здесь мы видим он дышащий со стороны спинки отдельно снимается подголовник можно его отдельно убрать когда будет мешать например можно не убирать соответственно убрали и у нас в кресле получаем очень много места на вид она даже как будто до 12 лет такое но крупная из 9 месяца можно про по ходу ехать вот в таком вот виде убрав вкладыши подголовник естественно у нас регулируется по высоте регулируется вместе с ремнями такая стандартная схема и опускается вот так вот вниз потому что 9 месячные дети они маленькие и подголовник нужно опустить как можно ниже ниже чтобы подголовник был на уровне головы собственно и вся история собственно вот так мы им пользуемся вот друзья еще сразу ставочку по ткани сделаю пока не забыл по поводу ухода за тканью на любом кресле всегда можно снять и постирать ткань единственное имейте ввиду что ткань нужно стирать до 30 градусов щадящая стилочка потому что если вы его скажем так перегреете горячей воде постираете ткань сядет и вы обратно ее не оденете а это абсолютно не гарантийный случай друзья вот собственно это вот что я хотел добавить по ткани ткань на самом деле да она стала другой мне она становится меньше потому что раньше было на просто супер какой-то крутой дорогущей тканью сейчас вот как у всех они начали делать вот мне это не нравится но потому что знаю как было раньше если бы не знал то ну как все как 99 процентов кресел такие ткани обычно используют так собственно друзья разобрались как крепить ребеночка пятиточные ремни здесь все стандартно и давайте теперь посмотрим на крепление как я уже говорил здесь используется база изофикс и соответственно сзади в 10 конструкция если что она имеет сейчас выдвинем регулировочку каждый изофикс вытаскивается салазочка отдельно застегиваем и потом нужно упор он поэтому так и называется упором в пол его выдвигаем полностью увидели зеленую индикацию соответственно можно ехать также зеленую индикацию мы видим здесь на изофикс и как только мы видели три точки зеленого цвета соответственно можно ехать и с креплением запомнили теперь давайте посмотрим на угол наклона при движении по ходу вот собственно вот таким образом даже вот наверное вот такой угол этого угла наклона достаточно чтобы ребенок спал и голова у него не свисала вперед если он уснет в принципе это абсолютно нормальных пределах вот норм безопасности должны на практически максимально что я видел угол наклона и козырек также работает у нас и при движении по ходу вот собственно и все все что хотел друзья по креслу рассказать я рассказал добавить мне больше нечего это своего рода такое уникальное кресло с рождения до 6 лет с изофиксом и с возможностью разворота на 360 градусов аж до 6 лет как по мне это круто для посадки в любой момент очень удобно к двери повернули ребенок заскочил ну как по мне такое уникальное предложение на рынке цена абсолютно адекватная напомню ссылка есть на мир автокресел внизу на эту модельку пройдите посмотрите но я лишь хочу пожелать вам взять хороший грамотный выбор кресла для ваших ребенков под к вопросу пишите комментарий на все отвечу и удачи вам на дорогах всем пока